Торжественное открытие форума состоялось 28 августа 2022 года в зале штатс-казина Базель, где Теодор Герцель выступил перед делегатами Первого Сионистского Конгресса и изложил свою программу и видение создания еврейского государства. Отсюда начался путь, который привел к созданию государства Израиль в 1948 году. Крылатые слова из книги Герцля Альт Нойланд «Старая новая земля». «Если захотите, это не сказка, знает каждый израильтянин». Их песенное перефразирование знает и каждый, родившийся и живший в СССР. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Ровно через 120 лет после того, как они были написаны, слова отца сионизма Теодора Герцля стали девизом юбилейного форума в Базеле. На торжества в Швейцарию пригласили видных еврейских предпринимателей, филантропов, руководителей еврейских общин и общественных деятелей, полторы тысячи делегатов из 38 стран мира. Форум был посвящен состоянию сионизма и принципов Герцля и проблемам, с которыми сталкивается еврейский народ в современных условиях. В мероприятиях форума принял участие президент Израиля Ицхак Герцег. Он сказал, «Первый сионистский конгресс, определяющий события для еврейского народа и человечества в целом. Сионизм – это идеальное сочетание глубочайших корней иудаизма с революционными инновациями и предпринимательским духом». Министр по делам диаспоры Нахман Шай в своем выступлении уделил внимание отношениям между Израилем и евреями, живущими за его пределами. «Без евреев диаспоры, вероятно, не было бы создано государство Израиль. Пришло время спросить, что мы можем сделать для евреев во всем мире. Наш долг – найти пути интеграции и сделать так, чтобы их голос услышали при принятии решений в самом Израиле». Председатель исполнительного комитета Всемирной сионистской организации Яков Хагоэль принял 400 еврейских лидеров, предпринимателей и филантропов со всего мира, собравшихся для обсуждения проблем, с которыми сионизм столкнется в ближайшие 25 лет. Из множества иностранных гостей форума в этом году выделялся лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Ахмед Обейд Аль-Мансури. Впервые арабский руководитель такого масштаба принял участие в мероприятии Всемирного сионистского конгресса в Базеле. Шейх Аль-Мансури создал целый музей в Дубае, посвященный сионизму. В музее собраны уникальные экспонаты истории создания еврейского государства на Ближнем Востоке. Там же развернута экспозиция памяти катастрофы и героизма европейского еврейства и евреев Северной Африки. Аль-Мансури считает, что евреи всегда были важной частью истории Ближнего Востока и его долг рассказать великую историю еврейского народа, включая летопись сионистского движения. В этом году высокий гость из Эмиратов привез в Базель неизвестное до сих пор рукописное письмо Теодора Герцля, которое он приобрел для музея в Дубае. Но совсем иной подарок сделали форуму в Базеле антисемиты и ненавистники Израиля. Около тысячи человек устроили в воскресенье 28 августа антиизраильский митинг на мосту через реку Рейн напротив места проведения торжеств по случаю 125-летия первого сионистского конгресса. Манифестанты несли палестинские флаги и скандировали лозунги против Израиля. Зная, что пропалестинский шабаш может привести к беспорядкам, правительство Швейцарии выделило 6 миллионов евро на обеспечение безопасности в месте проведения юбилейного форума. В качестве меры предосторожности приостановили движение речного транспорта под мостом, закрыли воздушное пространство над отелем, где проживали делегаты. В программу форума входила специальная фотосессия с участием президента Израиля. Всему миру известна историческая фотография Теодора Герцля на балконе отеля «Три короля» в дни работы первого сионистского конгресса в 1897 году. По традиции, в дни юбилеев сионистского конгресса на том же балконе и в той же позе снимаются президенты Израиля. 35 лет назад, в 1887 году, аналогичную фотографию сделали с участием отца нынешнего президента Израиля Хайма Герцога. В августе 1922 года там же сфотографировали его сына, президента Израиля Ицхака, Бужи Герцога. Субтитры создавал DimaTorzok